Ребят, всем привет, с вами Inspire99 и в сегодняшнем видео речь пойдет про Лёву, про Льва и теперь с полной уверенностью могу сказать то, что это один из самых хороших премтанков. Да-да-да, вы не ослышались, это говорю я. Вообще вся фишка и вся идея данного видео пришла с другого видео. Получилось это как? Получилось так, что я недавно выпустил видео про праздничный календарь 2019, кстати, оно так, я смотрю, зашло вам, там уже, по-моему, больше 7000 просмотров за маленький промежуток времени, поэтому, ребят, огромное вам спасибо, те, кто посмотрел, подписались, комментировали и все, просто вы молодцы. И когда мне начали люди писать комментарии, там положительные, отрицательные, там больше 110 комментариев, и когда мне написало 14 человек по поводу того, что я ошибаюсь насчет Льва, тут я призадумывался. Ну да, бывало то, что я высказывался о каком-то танке, люди мне писали то, что, мол, да, ты там не прав, там-то добавить нужно было и так далее. Ну это я понимаю, у всех такое бывает. Но когда мне каждый восьмой или каждый девятый человек пишет, что я по поводу Льва неправ, тут я призадумывался. Хотя я в начале видеоролика, видеоролика сказал то, что я именно высказываю свою точку зрения. Но все равно, людей это так, как сказать бы это, сполошило, то есть все заинтересовались, мол, ты чё, ты чё, Льва недооцениваешь-то, да-да-да-да, начали атаковать меня. Я в видосе как-то сказал, что Льву лучше не покупать, но если у вас есть деньги, там, туда-сюда, он не очень. И, ребят, честно, тогда в видосе я говорил реально, те слова, которые я считал, они, ну, правильные. Я считал их идеальными, потому что, ну, это моё представление о Льве такое было. Я не думал то, что этот прем настолько сильно изменился. Если честно сказать, я про Льву, по-моему, выпускал как-то видеоролик, я его тоже не с лучшей стороны обхваливал тогда. Но этот танк потерпел кое-какие изменения. Во-первых, я помню, если так в историю углубиться, я зарегистрировался осенью в 2011 году, а Льву, вот если мне память не изменять, что-то там весной в 2011 году, ну, в этом же году ввели. И Льва это первый премиум танк на восьмом уровне, то есть это вот самый такой дедушка, это самый старый прем на восьмом уровне, поэтому его уважать обязательно стоит. И он тогда, ну, конечно, имбовал, была и броня хорошая, и бронепробитие, и всё. А тогда голдовых снарядов-то покупать не все могли, там, если процентов 5-10 покупала за счёт голды. И то хорошо. И броня тогда была, то есть Льв, Льва тогда был действительно имбовый танк. Потом пришло время, когда начали появляться другие, когда начали серебро за... ой, голду... голдовые снаряды за серебро раздавать. И тогда, конечно, понеслась. Льву начали пробивать, броня была не самая хорошая. Вот. Он часто у него движок к Риту подвергался. Ну, и, кстати, и сейчас подвергается, хотя вроде в патче 9.4 трансмиссия отделена... ну, была отделена от двигателя, но всё равно эта печалька у него осталась. В общем-таки, я поиграл на Льве, и я понял то, что это реально офигительный танк. И я ошибался. Видео создано не для того, чтобы успокоить там какую-то общественность и, как бы, знаете, угодить общественности. Нет. Когда мне пишут по поводу какого-то танка, я пересматриваю свою точку зрения. Я считаю то, что только дурак не может менять своего мнения. Мне когда-то писали то, что по поводу WZ-121GFT я не прав. Я сделал видеоролик, и он мне понравился. Мне писали насчёт других танков. Я отвечал то, что я так считаю. Я переигрывал, и у меня оставалась та же точка зрения. Со Львом всё по-другому. С тех времён, когда я играл на нём, ему подтянули, во-первых, мобильность. Мне это не показалось. Я потом в ТТХ посмотрел мобильность, и он стал бронированный парень. Давайте теперь по ТТХ чуть пробежимся. Первое у нас орудие. Орудие классное. Калибр больше 100 мм, ну, 105 мм. Бойкомплект огроменный, 80 снарядов. Здесь вроде бы такие бронепробития, да, 234 основным снарядом. Если меня память не подводит, то это после Т-34 второй танк с таким хорошим бронепробитием. Голдой 294. Ну, это, конечно, сказка. Против десяток с таким бронепробитием на голдовых снарядах играть, конечно, можно. Скорострельность 5 выстрелов в минуту. Это плохо. И, кстати, что хотел бы выделить. Здесь бронебойные-то снаряды пробивает 234. Это круто. То есть с таким бронепробитием играть, ну, интересно. И вроде бы и время сведения 2.8. Но танк настолько точный. У него разброс на 100 метров 0.33. Это офигительно. То есть там кружок маленький. Время сведения можно подтянуть. Хорошая стабилизация у льва. Он попадает, ну, один из самых точных тяжей на 10 уровне, если не самый точный. Вот. И вот с точностью, с бронепробитием, то есть с количеством снарядов у льва все хорошо. Но вот с альфой и с дпмом здесь проблема. Казалось бы, ну, альфа 320. Вроде бы. Ну, а дпм такой 1600. Ну, это очень мало. Такая плохая перезарядка в районе там 10 секунд. То, что, знаете, ребят, если встретится ИС-3 и льва, вот просто друг против друга станет, ИС-3 разберет чисто за счет дпм. У них кд плюс-минус одинаковая, только там альфа больше. Взять того же защитника, у которого в 120 единиц больше альфа. Вот в этом качестве, мне кажется, льва действительно проигрывает. И я не понимаю, почему. Хотя бы здесь немного разработчики не могут пересмотреть. Я понимаю то, что льва и так неплохой. Но вот набивать вот прям огромную тучу урона на льве сложно. Альфа 320. Вспомните, Каэр Нарвона, у которого, сколько, 280? Ну, там дпм 5 секунд. Ну, перезарядка. Он просто калашматит все. Если бы у льва здесь сделать кд секунд 8, все. Ребят, защитники никакие не нужны льва. Но пока защитник топчик. Ну, и льва тоже неплохой. Углы вертикальной наводки пушка опускается вниз на 10 градусов и на 38 вверх. Льва и так-то парень немаленький. Но все равно у него с УВНами все в порядке. Что касается брони, здесь без всяких цифр. В верхнем бронелисте держит плюс-минус там 8 и 9 уровни. Десятки уже пробивает. Там если, ну, цифры податься, то 260 и там колеблется чуть. То есть десятки, соответственно, пробивают ПТшки. Также в маску туда-сюда пробивает, в щечки. Льва такой танк, он вроде бы с броней, как и все восьмерки против десятых уровней. Но вот вы попадаете вниз списка и что-то брони у вас нет. Нижним бронелистом, конечно же, ничего не танкуется. Поэтому Льва медленный, вроде бы как бы бронированный на городских картах. Если он засветится в чистом поле, ему хана. Разбирают сразу. И там в борте написано то, что 100 миллиметров, но, ребят, борта картон-картонные. Просто картонища. Пробивает все туда. Вроде бы, да, прочная 1650, неплохая, но вот как бы и есть броня. Вот в одних местах прям можно назвать то, что да, Льва прям тащит на городских картах. Куда-нибудь попадешь, там от башни поиграть. Но в то же время, когда ты попадаешь на какую-нибудь Малиновку, Прохоровку, Вестфилд. Вот там уже начинаются проблемы. И от артерьерии, к которой мы перейдем чуть подальше, и вообще. Вот как раз и переходим. Мобильность. Раньше у нас там 9 лошадей было. Это был ужас. Вообще сейчас на бумаге пишется то, что 35 километров в час, ну, набирает. Но на самом деле, Льва, знаете, такие цифры набирает только, когда с горки катится. Поставит уже ИС-3, у которого там плюс-минус максималка такая же. И Льву. Я понимаю, удельная мощность разная. Но ИС-3, конечно, гораздо мобильнее. Может их не совсем корректно сравнивать. Ну, просто как такое сравнение. Самый популярный тяж на 8 уровне. Среди обычных и среди премиумных. Вот. Ну, Льва, конечно, 35 свои набирает очень слабо. Вообще, у меня, по-моему, такого не было, чтобы я 35 ехал. Только с какой-нибудь горки. Удельная мощность сейчас 11 и 11. И скорость поворота шасси 24 градуса в секунду. Но, знаете, как бы, когда у вас весит танк 100 тонн, то, ну, вряд ли он будет каким-то мобильным. Для 8 уровня это очень большая масса. То есть, его предельная масса со всеми расходниками, оборудованием 99 и 85 тонн. Ну, то есть, это 100 тонн. Это капец как много. И вообще, что получается? То, что незаметности никакой. Но зато обзор с 400 метров. Это чуть ли не рекордные показатели среди всех тяжей на 8 уровне. Что у нас получается по Льву? Пробивает хорошо. Вроде бы в каких-то местах танкует хорошо. Точный, попадает, пробивает. Но вот с Льфой проблема. И с ДПМ. Вот это самый главный минус Льва. Ну, и то, что он медленный, можно как-то приучиться. Но, с другой стороны, знаете, ребят, медленный, немедленный. Есть такая поговорка. Что поспешишь, людей насмешишь. А для новичков в нашей игре это самое то. Льва, он не позволит вам быстро совершать какие-то ошибки. Но, так как мы большие. Так как мы, если взять круговую броню, то можно сказать, что мы картонные. Мы приоритетная цель для арты. Да и когда я раньше играл тоже на арте. Бывали такие времена. Так, решил. И когда стоял ИС-3 и Льва, я всегда по Льву вкидывал. Зачем мне тройка? У него там то башню он какую-нибудь от своей отобьет непонятно какую. А по Льву 100% в борток. Льва едет всегда. У меня не случалось, чтобы мне в борт куда-то меня не пробивали. Честно. И если подвести итог, то на Льву из оборудования, как по мне, то обязательно нужно ставить это в досылатель. Без него вообще, ребят, никуда. Абсолютно никуда. Сюда ставить обязательно вентиль, потому что вентиль ко всему плюс дает. И с ДПМом надо что-то делать. Третий расходник здесь довольно-таки интересный, кстати, для меня показалось. Сюда можно поставить и стабилизатор, чтобы еще стабилизацию лучше сделать. Время сведения сюда ставить, как по мне, ну, большого смысла я не вижу. Есть сюда очень хороший такой выбор между стабилизатором и просветленной оптикой. То есть сделать базовый обзор 410 метров. И с этим обзором вы можете пересвечивать и девяток, и даже некоторых десяток. Это уже круто. То есть, если вообще подвести теперь общий итог. Льва хороший танк. Но это танк не для тех ребят, которые любят медленный геймплей. Я вот такой игрок в последнее время замечаю то, что мне больше нравятся такие танки от ДПМа. Нежели с какой-то альфой. Льва медлительный. Вот кто мне нравится? Мне нравится Суперконь. Есть хорошие Уэны. Есть хорошая броня в башне. Есть офигительное ДПМ. И как бы, ну и все. То есть вот так вот. Следом пошли тот же 430 ДПМ. Он там не суперский. Хорошее бронепробитие. Хорошая альфа. Броня в башне есть. И как-то на нем играется. То есть он, ну, такой живенький. Паттон американский. Опять-таки, УВНы. Броня в башне. Альфа. ДПМ. То есть все есть. На Льве вроде бы есть и УВНы. Есть и броня в башне. Но вот какого-то альфа страйка. Какого-то ДПМа нету. И мне сложновато. Льва медлительный. Но вообще, как по мне, этот танк мне показался, что он как будто больше фармит. Ну вот на немного. Хотя разработчики говорят то, что все танки плюс-минус одинаково фармят. И, кстати, в стоимости голде это на минутку самый дорогой танк в нашей игре. Премиумный. Среди восьмерок. По голде. Вот. И СУ-130 ПМ, который 4000 стоит. Но это отдельная история. В общем, таки говоря, опять уже в третий раз итог подвожу. Льва танк бро. Но у него есть свои косяки. Ребят, и с ними никуда. Это альфа. Это ДПМ. Это бы какая-никакая, кажется, есть броня. Но ее нету. И это мобильность. Все. Я понимаю то, что если ему все это исправить, было бы им балансно. Но с другой стороны, как вы все знаете, у любого танка есть минусы. И не сказать их в видео я не могу. Поэтому я говорю реально те минусы, которые есть. Льва хороший танк, но не лучший. Не лучший. Я пересмотрел свое мнение. Раньше я думал то, что он вообще туфта. На деле оказалось нет. Он хороший танк, но не лучший. Для меня защитник гораздо лучше, чем Льва. Каждый решает, кому что нравится. Поэтому, ребят, большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте. Пишите свои комментарии и ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.